Кажется, о таких сложных вещах, как расчет минимальной зарплаты или месячного расчетного показателя, обязательных отчислений в бюджет или категориях бизнеса, рассказать простым языком невозможно. Лучший казахстанский эксперт и консультант в вопросах финансов и налогов Дмитрий Казанцев уверяет, об изменениях в налоговом кодексе рассказать доступно можно. Представители малого и среднего бизнеса должны знать и о запрещенных видах деятельности, и о том, кому нужен патент. Любопытной оказалась информация о контрольно-кассовых аппаратах с онлайн-передачей данных. Сначала должны выписать предупреждение, а потом на 10 дней, и если вы в течение 10 дней не поставили кассовый аппарат, то тогда уже штрафовать. Относительно крестьянских фермерских хозяйств, тоже налоговики их пугают, что мы вас оштрафуем, срочно ставьте кассовые аппараты, и так далее. Но надо понимать, согласно 166 статье налогового кодекса, говорится, что кассовый аппарат ставится на учет, когда у вас появляется работа с наличными деньгами. И если, следовательно, крестьянское или фермерское хозяйство начнет получать деньги только летом или осенью, сейчас у них нет работы, им не надо сейчас ставить кассовый аппарат. Проведение большого бизнес-тура по городам Казахстана стало возможным благодаря партнерству АТФ-банка и Республиканского центра помощи предпринимателям. И если центр зарекомендовал себя среди предпринимателей как высокопрофессиональная консалтинговая компания, то АТФ-банк стратегически сосредоточен на финансовом партнерстве с малым-средним бизнесом. Команда банка не только заслужила доверие более чем 70 тысяч предпринимателей по всему Казахстану, но и привлекла к себе внимание международных аналитиков. Основой любого государства, ее стабильность является малый-средний бизнес. И как раз руководством нашей страны, в том числе президентом, в последнее время уделяется большое внимание задача поддержки малого-среднего предпринимательства. АТФ-банк также верит в малый-средний бизнес. И в связи с этим в 2018 году была принята стратегия, в рамках которого малый-средний бизнес является для нас приоритетным. Правильный вектор в деятельности банка оценили не только партнеры, но и клиенты. По итогам прошлого года авторитетное финансовое издание «Азия Мону» присудило АТФ-банку награду в номинации «Лучший банк для малого и среднего бизнеса». Шанар Оразова, Давран Абдиев, Нургильды Садуакас, информационная служба телекомпании Утрар.